15-летней школьнице из Саиногорска грозит реальный срок в колонии по статье о ложном сообщении об акте терроризма. Девочка ради шутки создала анонимный аккаунт и устроила переписку сама с собой. Происходящее выкладывала в сеть. Подробности истории у Константина Кравцова. В кабинете следователя мама и ее 15-летняя дочь. Дети здесь бывают нечасто, но в этот раз именно школьница стала фигурантом истории. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении несовершеннолетней жительницы города Саиногорска. Статья 207 – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Вся причина кроется в этой переписке. Неизвестный за 700 тысяч рублей предлагает устроить диверсию на одном из объектов Хакасии, а после начинает угрожать в случае отказа. Правоохранители выяснили, что все это придумала саиногорская школьница, то есть и писала, и отвечала сама себе же. После выложила скриншоты в сети. А все ради шутки, чтобы привлечь внимание аудитории. А вот ты когда это делала, ты задумывалась о том, что это уголовно наказуемое деяние? Совершенно об этом не думала. А вот сейчас ты осознаешь, что произошло? Вербовка молодежи в диверсанты особенно усилилась после теракта в московском Крокусе. По данным наших спецслужб, к большинству сообщений причастны украинские националисты. Психологи уверены, расчет по возрасту выбран не случайно. Подростковый возраст считается одним из наиболее уязвимых возрастов. Это нестабильность эмоциональной сферы, это гормональные взрывы, буквально в 30 раз превышающие норму, дают такой взрыв лимбической системы, которая отвечает за поиск каких-то новых форм удовольствия. Правоохранители призывают в первую очередь к бдительности взрослых, ведь отвечать в конечном счете за несовершеннолетних придется и родителям. У меня с ребенком доверительные отношения, он мне все рассказывает, поэтому у меня в этом тревоге никакой нет. Самое главное – удивлять внимание воспитанию ребенка, правильному воспитанию, буквально с самого его рождения. И тогда он просто не будет поглощать такую информацию сам, чему пример мои два сына. Я считаю, что нужно очень большое внимание уделять, именно следить за детьми, чтобы они не были… Ну вот у меня сын, допустим, ему 11 лет, он у меня не зарегистрирован ни в одной соцсети. В Абаканском центре психологической помощи действует родительская гостиная, где специалисты помогут наладить отношения отцов и детей. А Минпросвещение выпустило рекомендации, как не дать вовлечь ребенка в противоправную деятельность. Бдительность, доверие, разговоры – первое, о чем должны помнить родители. Ведь атмосфера в семье играет важнейшую роль, а главное – любовь. Этого порою так не хватает. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакассия.